Игрушки Гостил я летом, у ребят не видел наяву Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары Можете просто помогать руками, пообщаться со мной Вот у нас сопровождение выходит Мы с вами сейчас находимся в удивительном музее Музей елочной игрушки, который построили в 2008 году И открылся он 18 сентября Видите, он такой еще молодой И мы находимся с вами в первом зале Посмотрите, какой он удивительный Деревянное перекрытие, мозаичный пол Окна-витражи, старинные мудры на подоконнике Старинные люстры, зеркало И по центру нас с вами встречает елочка Посмотрите, какая она вкусная Настоящие райские яблочки, настоящие сахарные розы и пряночки украшают это дерево Вот именно так древние люди называли их кельдами А им в них называли галами и украшали свои деревья Потому что они уверены, что в хоре Индивительное что-то вкусное вешать на елочку существует и по сей день Наверняка кто-то вешает конфетки, шоколадки на елочку После Нового года съедаете, снимаете и съедаете Тем самым вы выполняете старинный магический обряд Кормите свои деревья А я вам скажу чуть-чуть похоже А пока запомните, что родина стеклянной елочной рюшки это Германия Хотя Петр Первый, удивительный человек, его еще называли модернистом в своем времени Однажды, это было в 1699 году, Петр Первый переодевается в одежду обыкновенного рюшки в России и сожжет указ Так, Новый год мы будем праздновать, а там нет, чтобы она выйдет Новый год мы будем праздновать теперь не 1 сентября, когда это было принято на Руси А с 31 декабря на 1 января И будем дерево наряжать, и будем хороводы, водить вино, пиво пить, ходить друг к другу в гости, разговаривать с подарками Но тогда в России елочкой не прижилась Потому что на Руси елку не был друг Трагерова Но не этот человек нас сегодня интересует, а его потомок, правнук Александр Сергеевич Мишиков Князь, адмирал, участник Русской войны, а был он у нас невелико под Клином Село Александрово, у него было богатейшее имение, подарок большим тарелям И вот в своем имени Александр Сергеевич находит клад Никогда не догадайтесь, что это обыкновенный кварцовый песок Ухватит Ухватит Он ухватит 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 Он такой тяжелый, я его пустой-то не могу поднять А она�ской просто Достает Ухватит 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 И маленький Амедлигия из Амедлигии клали в люльку очень капризовому ребенку, чтобы он хорошо спал и сделал себя замечательно. Хозяин дома. Не знаю. А вот это рабочее место нашего мастера стеклодома. Работаем около письма, не до того, что с весны до осени упопадал в поле. А вот когда наступает холодное синий день вечера, наш мастер приходил домой, садился на свое рабочее место. Надавливал на меха, в воздух по кожному рукаву проходил керосиновой горелке. Сейчас это газовая горелка. Он брал кусочек пакли, подносил пламя керосиновой лампы, забивал керосиновую горелку, откуда шло пламя и начиналось чудо. В руки он брал вот такого стеклодом, который приносил с завода, и начинал его разогревать в пламя и керосиновой горелке. Стекло становилось горячим, мягким, плавным. Он только подносил карту и вот убал шарик. Потом, конечно, впрыскивали митра серебра, взбалтывали, она у нас серебрелая, зеной фета, игрушечка. А потом брали тонкую большую деревку и фонские волосы, начинали бусы. И получалась вот такая вот красота. Запомните, гости дорогие, что бусы – это визитная карточка нашего производства. Именно с бус взяла свое рождение елочная игрушка у нас в России. Ну и вот как-то наш мастер заработался до поздней ночи. Бросил эти бусы на еловую ветку и ушел спать, утром просыпается. А бусы так украшают эту ветку, что он подумал, что тебе только бусы, для жены-то делают. Почему будет делать бусы и для красавицы елочки? И вот встал делать мастер наши бусы и для елочки красавицы более крупной, более массивной. Вот захотите вы такого для человечка декорного, вы раскаленную стеклянную массу, помещаете в эту форму, закрываете, дуете, открываете, и у вас уже какой-то человечек декорный, да? А здесь у нас, допустим, визитная сосулька. Вот так наш мастер поработает, с меняем с этими формами, никакой тренажерной зал уже ходить не надо. Мастер и макланы, ядро с водой, они остывают. Вот это что касается и дружин нашего мастер-стеклодового конца 19-го века. А теперь давайте посмотрим вот на эту девицу-красавицу. Оборонежская невеста конца 19-го, начало 20-го века. Посмотрите, наградил наша невеста бусы. Эти бусы уже были в пузу вариантов. А когда-то наши бусы были маленькие и тяжеленькие, как камушек. Производство наше еще называли камушком-производством. На голове наша невеста свадебная шапочка, инкрустирована она бусинками. Шапочку эту мы называли бусорока. Сладебные длинные волосы. Я вам покажу еще удивительные, уникальные бусы, которые делаются с помощью проволочки. Но это уже не бусы, а называется монтажная бусинка, которая появилась в 20-м же столетии. Хотя, так, 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 так. Теперь проявляем бусы в нашем мире. Самая старая ревина. Это бусы. Посмотрите, конца 19-го века. Вот они бусы. Это более даже украшение женское. И видите, некоторые бусинки даже почернили от времени. Это уникальный процесс усеребрения, когда они сверху, а внутрь, горячие соль и митрадусные руками, а наши игрушки усеребрируются внутри. А вот они украшения бусы, сережки. Вот так они лежат когда-то в ней красавице, 19-го века. Но сейчас я вам расскажу про вот эту уникальную монтажную игрушку. Вот такую игрушку у нас на фабрике делали когда-то инвалиды. Потому что это вот работа надувников. На столе у них были коробочки с разными стеклянными заготовочками. Они брали туалетую трубочку. И нанизывали на нее бусинки, стеклянные трубочки. Нашу игрушку как помонтировали. Почему она называется монтажная? Эту игрушку хорошо делали до 70-х годов, 20-го столетия. Потом, когда я вижу свою цель, монтажная игрушка, она и самая сложная игрушка. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, но я не знаю, что я не знаю. Вот, видите, как Юра окажется. И если монтажная игрушка, которой тут очень много представлено, это самая трудоемкая игрушка, то самая сложная игрушка по технике в исполнении, это чайчик и самоварчик. Сейчас мы с вами перевернуемся на ту сторону, и я вам покажу вот эту игрушку. Самая сложная игрушка по технике. Я вам потом покажу самоварчик, 21-й столетия, посмотрите, какой это шедевр. Здесь мы с вами тоже наблюдаем подходные игрушки. Игрушка, допустим, конетельная. Видите, как она смешно называется. Сколько нас мучится, чтобы вот так вот веревочку сделать за такую красоту. Поэтому ее называют конетельной. Игрушки из папье-маши, внизу. Игрушки из картона и бумаги, циркавные игрушки. А видите, вот эту игрушку, монтажная игрушка в воздушной шаре. Мы клинчане эту игрушку очень любят. Знаете почему? Дело в том, что русский химик Дмитрий Иванович Медеев, знаете, так он. Совершил свой первый парень на воздушном шаре именно с физикой земли. Видите, мы случайно посылали свои силы и возрешнили в этой стеклянной белочной игрушке. Самолетик уже, вот видите, в центре уже разбитый и подбитый, побывавший в одном сражении. Но мы нашли только одну такую большую монтажную игрушку. Поэтому мы поместили его на Витвину. А вот здесь у нас представлены белые пушистые игрушки. Почему ее так называют? Потому что они сделаны из прессованной ваты. Но эти игрушки уже давным-давно не делают и выполняют. Все эти игрушки ралитетные, они самые треки на влашенном рынке. Вот тут мальчик мой, хоккеист. А вот, ну, сейчас я уже... Вот он, хоккеист. Вот этот мальчик хоккеист с отсутствием на влашенном рынке стоит 700-800 рублей. Как делали такие игрушки? Убрали металлический доктал. На малую, на муковую, ватку. Лечики лепили из воска, из глины. Тоненькой кисточкой наносили лицевой рисунок. Одевали попереду. Такая вот красота. Но это не наши, немецкие игрушки. Это питерские, московские игрушки. Но это тоже елочные игрушки. Поэтому я им поделюсь большое внимание. Ну и вот мы сейчас подходим к большому насаждению. Монтажные игрушки, которые когда-то делали у нас в производстве. А сейчас, к сожалению, такого ассортимента в наших магазинах вы не увидите. Но 5-6 монтажных игрушек вы ассортимеете. А раньше, посмотрите, и пятиконечная слезочка, и корзиночка с фруктами, и лепет, и мельница, да, и саночки, и пароходик. Видите, какой огромный ассортимент монтажных, поэтому мы ее тут поставили для сравнения. Ну и последняя игрушка этого ядра... Да, почему стоялся? Да. Чтобы стоять, чтобы ремонт из этих игрушек и стеклянки, но внимание, это, в основном, они выполнены стеклянцы. Стеклянцы. Они все выполнены стеклянцы. Ой. Я хочу спросить, как разрезать стеклянцы? Как разрезать стеклянцы? Да. Ну, а минимум, как мы сейчас пойдем в стеклянные цели. А в холодном состоянии можно? Нет. Почему? Можно. Ну все можно. Трубку-то режут. Специальный нож. Ну, он что-то не делает. Отображение склеивали вместе и, как говорится, фольгой. Или просто фольгой, или цветом фольгой. Получилась вот такая вот красота. У многих из вас наверняка остались люди, потому что все реалитетные в ваших санглоках. Они недорогие, но, для тех, или менее, очень даже посимпатичные. Так, дорогие друзья, мы сей писатель бога. Как она начинала взяла, молодежь Маша, и как-то, наверное, в руки, мы подарили ей вот такого вот страшного мальчика. И что потом вот только не произошло. Вот эта сказка удивительная. Здесь найдем, здесь уже щелкунчик присутствует. Вы видите? Вот он, щелкунчик, да? Раз, два, три, просто снова. Но тут щелкунчик неправильный, потому что сказка в Духгана у щелкунчика фиолетовый костюмчик. Да, здесь у нас какой-то бравый санглакик, красный там дочек, где еще гусы подкусили, да? Обратите внимание, вот эта рождественская игрушка украшена с головы до тех, что называется игрушками нашего производства. Вот эту всю красоту вы можете приобрести в нашем магазине за исключением одной единственной игрушки. Это тетушок золотым репешок. Игрушка эксклюзивная. Ее нам подарила фабрика на день рождения в музее 18 сентября 2008 года. Петушок, игрушка свободной выживки. Сначала убивают головку, пузыка, ножки. А на головку берут металлическую стрелку и делают раздевку. Петушок сажает на елочку так же, как и матушку, стремленную в космическое небо. Иковский, это наши русские композиторы. Почему именно здесь-то нам казаться? Вы знаете, в музее Чайковского не были никогда? Или нет? А там, ну, по крайней мере, нет. Ну, в общем, есть к чему стремиться, да? Значит, Петр Ильич Чайковский, наш русский композитор, какое-то время жил и дворюн в нашем городе. И свой знаменитый балет «Челкунчик» он написал именно у нас, «Клину», «За год о твоей смерти». Вот, и в этом сайте очень часто звучит музыка из балета Петра Ильича Ильича Ильича. Здесь у нас стоит магнитофон, пиамиль и его любимые цветы ландыша. Вот. Есть такой, что выросла свои с войны, с Великой Отечественной войны. Видите, небо подрубирует, самолеты, дивиджабли. Да, обязательно «Красная звезда», агбревиатура «СССР». По центру нас с вами встречает, посмотрите, Дед Мороз с автоматом, Снегурочка в камуфляжном швейне, мальчик-филипоп, все они ставят на защиту Родины. Но, на самом деле, эта игрушка, вот, человеческая с автоматом, это не Дед Мороз, это афобик. Ее еще делают в 1939 году. Но, когда началась Великой Отечественной война, мы переоренировали и стали называть Деда Морозом с автоматом. Снегурочка в камуфляжном швейне, это не кто иной, как летчик, но очень похоже на девочку, и мы оставили не такое название, да? А вот это «Красноарнец», видите, какая удивительная игрушка. Даже есть у нас игрушки с орденами, с красными звездочками, вы видите. Ну, а вот эту вот палитру игрушек, вы, конечно, сразу... Это национальности наши, когда-то наша многонациональная страна. И Полина, мальчик-руковка со своей компанией. Вот вам даже и «Избушка на курьих ножках» и «Баба-яга в ступе». И сказка о старике и бабе и золотой рыбке, да? «Избушковская сказка». И «Красная шапочка» здесь у нас представлена. Маленькая игрушка, елочка я ее называю «коммунальная» елочка, потому что в коммунальных квартирах иметь большие елки, вы сами понимаете, очень сложно. Но многие игрушки уже давным-давно смеются. Уже не делают вот такие формовые игрушки, не играют музыкальные инструменты уже на наших елочках. Вот. Ими светятся вот такие вот гирлянды. Посмотрись, какие уникальные игрушки и лампочки. Когда-то обыкновенную лампочку. В этом году кто полетел в наш космос? Да-да. Молодец, динька. И посмотрите, какая удивительная палитра космонавтов у нас тут. И ракеты, и спутники, да? И летающие тарелки разные. И Юрий Гагарин, и Валентин Терешко, и Герман Тепокс. И они тут у нас представлены в виде стеклянных персонажей. А сейчас я поднимаю коммунальную квартиру. Показываю вам первые музыкальные июлки. А это наша вот история. Мой вопрос. Это модель действительно? Нет, конечно. Нет, это все экспонанты. А это мы с вами уже более современные моменты захватываем. Это уже мультяшные игрушки. Если вы смотрели мультики Красная Шапочка, Крокодил Гина, Золушка. Вот они, пожалуйста, вам эти персонажи здесь представлены. Конечно, мы не могли в этом году не уделить время, вернее, не уделить игрушку для Олимпиады. Это Олимпиада 80. Представленная на этой игрушке. Собъемы игрушки этой Олимпиады мы не делали, потому что эксклюзивные правные предложения, если я отгрошу для Олимпиады 2014 года, она выиграла в Украине. Ну и, конечно, наша русская матрушка. Игрушка русская матрушка. Вот здесь сначала давайте остановимся с вами. Вы обратили внимание, здесь в этом зале. Мы науклетали в основном игрушки формовые, то в этом зале здесь игрушки в основном шарики и расписываются они вручную. Потому что вот такую красоту, красочную полимерную пресыльку вот поэтому здесь в основном акцент делается на роспись. Что представлено? Вот это все эксклюзивные работы, вот эти все шарики расписаны вручную. Вы видите, русский народный вариант. Расписываем мы храмы из собора и церкви. Вот эта вот композиция посвящена нашему русскому композитору, дедру и лечущей пустоту. Другие вы, болезненные, ненитые, чиркунчик, лоперы, пиковые дамы и лебединое озеро, балет чередички даже истинного. Готук-принч, во францкопе, на майне. Композиция Валентины Полякова, художник, она вынимает первое место. Вот эти вот картиночки, игрушки, это знаки зодиатов. Вспоминайте, кто-то родился, кому соответствует такой год. Все. Не только надо вдувать в воздух, но и вбирать в себя. Это очень углубление. Ну, конечно, коллекция три богатыря вы узнали, коллекцию матрюшек вы узнали. Самобарки, отчаянная церемония расписана под хохламу. Вот это у нас роспись под гжель, вот это мультяшная детсадовская композиция. Малыши очень любят эту композицию. Ну и сейчас мы приступим к рассмотрению вот этих удивительных елочек. Кто-то их считает инатуритерными елками, инатуритерами, потому что они как-то необычно выглядят, да? Кто-то их считает сказочными елочками. Ну, давайте с вами включаем фантазию, будем придумывать иначе одна ночь. Это у нас елочка-инопланетянка, да, потому что у нее вверху плетена звездочка. Это у нас елочка-марсианка, красная горячая. Это у нас елочка-фиралетная шар-птица, потому что она вся елочка. Елочка-зима, потому что она вся в вене. Это елочка-жар-птица, ну и последняя елочка-фиралетная елочка-осень. А вот эти две елочки, как вы видите, висят необычно вверх ногами. Вот именно так, когда-то древние люди вешали свои елочки кормят их потолку, потому что мы будем праздновать почетную грамму, как она будет удастся. И мы с вами поедем в сказочный лес. Сейчас. Правильно? Вот этот сказочный лес представлен елочками, и не просто елочками. Когда-то здесь домик 12. Сейчас я считаю, сколько у нас елочек. Вот эту елочку были сделаны по маске, барабанике. Да, эту елочку называли маскара. Не сложно догадаться, почему, да? Он, эту елочку, он за елочкой невестой называли елочкой параева, потому что она натянула, потянула себя в том мунистарию, как парчула сладенами, повисела пациенту, главной гостеприки, сетки, сеток фонды, и елочку, что называли англичанкой. За англичанкой стоит елочка белая, с черными шарами, с черными и кушками. А черные и кушками, я называю барабанская красавица, потому что она вся у вешеного мандарина и апельсина, у нее рыжая такая елочка, скизненькая, а потом идет он глубоко высокая, пряничная елочка, потому что она вся украшена пряночками. Тоже вот это. Считает, что ему 2000 лет, кто-то считает, что ему 300 с лишним лет. Сначала его воспринимали как дух, потом он у нас материализовался, стал человечком. А Снегурочка у Деда Мороза появилась сравнительно недавно. Только в 1937 году первый раз на елочку с Дедом Морозом пришла Снегурочка. Запомните, это советский персонаж. И вот сейчас она сопровождает Дедушку повсюду. Посмотрите, какой он помненький, потому что Дед Мороз, он обжор, он любит кашу, щи, пить кисель. Он любит кашу, нашим сказочным персонажем. Дедушка Мороз всеми любимый. Дети очень любят этот персонаж, обожают, и поэтому всегда в Новом Году они делают удивительные подарки. Дед Морозом Ну вот. Вот и Юлька. Отработала. Идет через лес По сугробам С огромным мешком За спиной По непродаренным дорогам Волшебник с седой бородой Мы все с малых лет Его знаем Повсюду желанный он гость Его мы с улыбкой встречаем Уж так на Руси повелось Российский Дед Мороз Российский Дед Мороз Российский Дед Мороз Дед Мороз Узорами окна раскрасит Гирлянды на елке зажжет Он сказочным сделает праздник Веселую песню Веселую песню споет Мы все с малых лет Его знаем Повсюду желанный он гость Его мы с улыбкой встречаем Уж так на Руси повелось Эй, с петелью дружен я С холодной зимой Снега, мои друзья И ветер ледяной Укутайтесь теплей И берегите нос Встречайте у дверей Подарки я принес Российский Дед Мороз Российский Дед Мороз Российский Дед Мороз Дед Мороз Он строит дворцы ледяные Он прячет сугробы дома Он любит просторы России И с ним неразлучна зима Мы все с малых лет Его знаем Повсюду желанный он гость Его мы с улыбкой встречаем Уж так на Руси повелось С метелью дружим мы Со снежной зимой С пургою мы дружим И с горкой ледяной Пусть кружит среди звезд Снежиных корон Пришел к нам Дед Мороз А с ним и новый год Российский Дед Мороз Российский Дед Мороз Российский Дед Мороз Дед Мороз Российский Дед Мороз Российский Дед Мороз Российский Дед Морок Дед Морок